Вчера мы делились словом И мы начали с книги Оси 7 главы Где Бог обращается к одному из самых благословенных колен Или племен в Израиле, к колену Ефремову Потомкам великого Иосифа И он говорит, что они как не перевернутая лепешка И поэтому слава и гордость Израиля в посрамлении И мы говорили о том, что есть как бы разные этапы в нашей жизни И мы буквально посвятили время тому, что блин или оладьи так важно перевернуть Иначе он будет невкусным Кто-то когда-нибудь кушал неперевернутый оладьик, да? Скажи, невкусный, правда? Одна сторона подгорела и сморщилась, а другая все еще сырая И я говорил о том, что если мы не перевернем Вот, как бы сказать, свой оладьик или свой блин То в нашей жизни тоже будет такая странная-странная старость И приходит время, когда мы должны что-то перевернуть Есть время, когда ты молод, ты везде бегаешь, носишься А есть время, когда ты уже мудрый И уже не бегаешь, и уже не носишься Кто понимает, о чем я говорю сейчас, да? Есть время, когда ты молод, и ты можешь потрясающий сальто делать На коньках потрясать и удивлять людей Но потом есть время, когда блинчик нужно перевернуть И не надо плакать, что ты уже сальто не делаешь Ты можешь быть удивительным тренером Кто из вас помнит такую удивительную госпожу Тарасову? Она уже совсем не выглядит так, как она выглядела в молодости Когда она могла на коньках потрясать Своими способностями, гибкостью и фигурой У нее уже не та фигура Но никого это не смущает Она перевернула блинчик Она заседает удивительным образом И ставит оценочки тем, кто прыгает Кто из вас видел это? Скажите красивый этап в жизни, правда или нет? Дает советы, рассказывает, что было правильно, что неправильно Я хочу, чтобы мы поняли, что все в Библии говорит хорошо в свое время Аминь Поэтому мы не смущаемся, когда меняются какие-то времена Потому что мы знаем, что все от Господа И я хочу показать несколько потрясающих мест из Священного Писания Которые помогут нам утвердиться в этом Еще более убедиться в том, о чем мы сегодня говорим и над чем рассуждаем И скажи своему соседу Сегодня тебя Господь не разочарует Вы знаете Я вчера рассказывал, что есть период весны Она красивая весна, бурная Потом лето А потом удивительная осень И осень, она знаменита своими плодами Потому что все созревает И так много плодов Вы знаете, то же самое Бог хотел в нашей духовной жизни Весна – это наша молодость И Библия говорит Детство и юность – суета Вы знаете, цветы, они такие недолговечные Кто-то замечал, что цветы, они такие недолговечные Вчера многие мужья дарили своим женам цветы Но вы знаете, к сожалению, любуешься цветком не так уж долго Цветок для того, чтобы потом наслаждаться плодом И что интересно Я хочу, чтобы вы поняли это Что плод лучше, чем цветок Я не знаю, ты заметил это или нет Плод превыше цветка Вы знаете Я могу сказать вам откровенно Мне было все равно Есть ли талия у моей бабушки или нет Потому что в ней было столько духовных плодов Которые компенсировали этот вопрос У нее было столько доброты Столько любви Столько внимания Она знала столько потрясающих историй Что я забыл обратить внимание Есть ли у нее талия Кто понимает это? Но когда встречаешь молодых людей И они эгоисты И в них столько плацких вещей Но зато талия Кто понимает это? Сколько из вас пытались своим детям внушить Сынок Это коза Упрямая Он говорит Мама, ну красивая же коза Правда? Алло, кто понимает это? Но давайте будем честными Что часто молодость В какой-то степени Бог как будто бы Компенсировал нам то, чего у нас нет Когда мы приходим в старший возраст Мы стоим на пороге вечности И я скажу больше Вы знаете, что цветы Они или плоды Они не растут в вазе Они растут на грязках На этой, как говорится, земле Мы здесь не просто так Однажды мы войдем в вечность Интересно, что мы войдем в вечность Именно с теми плодами Которые вырастили мы здесь Кто понимает это? Вот почему Есть такое время, когда Господин жатвы Нас Господь Он делает все, чтобы в нашей жизни было много плода И старость тогда Вообще потрясающая Тогда Она с плодами Когда мы наблюдали Замечательную пару Им может быть под 80 А то и под 90 И Кожа сморщенная И на голове Не так уж много Волосинок И может быть много того Чего В молодости казалось Таким важным И вы знаете Но они счастливые Потому что там есть доброта Там есть Любовь Там есть Вот сострадание Там есть мудрость И много-много Удивительного Что делает их Семейную жизнь Такой прекрасной Кто понимает это? Но часто Мир потрясен Как Две звезды Так скажем Я не так давно Читал в новостях Израиля Два Два человека Молодая Красивая девушка И красивый парень Она считалась Секс-символом Израиля Для молодых людей Современности Он считался Секс-символом Израиля И вдруг Они разводятся Обвиняют Друг друга Во всех смертных Рассказывают О том Как они были Несчастны Друг с другом Послушай Многие люди думали Вот оно Счастье Если бы Она бы Принадлежала мне Или он бы Принадлежал мне Вот тогда бы Я была бы счастлива Тогда был бы На седьмом небе А вдруг Эти люди Разводятся И рассказывают О том Сколько боли Сколько слез И сколько страданий Причинили друг другу Кто понимает это Да Бог благ к нам И в то время Когда У нас еще Нет так много Духовных плодов Бог компенсировал Какими-то цветами Но по крайней мере Иначе мы На друга Бы внимания Не обратили Моя бабушка По папиной линии Папина мама Говорила своей маме Моей прабабушке Которая нас всех Ко Христу привела Она говорила Про своего любимого мужа Про моего дедушку От него мне фамилия досталась Красивый был Хохол Уприан Летчик Военный Офицер Ну упрямый И моя бабушка Говорила своей маме Вот ты знаешь Я вот сейчас думаю Если бы это ты Мне его нашла Я бы тебе сейчас Глаза выцарапала Но я же его сама Нашла Ну что теперь делать Сама же Отпыскала Сама же Влюбилась Ты меня Наставляла Я же тебя не слышал Знаете На самом деле В молодости Мы благодавны Богу За какие-то внешние вещи Но потом приходит время Когда сам Бог нам намекает Пора Влинчик переворачивать И теперь ты уже Непышностью волос Хвастаешься Тампун Лориаль Париж Не ресницами моргаешь И не талию свою показываешь Открываешь Твое широкое любящее сердце И благословляешь мир Кто понимает О чем я говорю сейчас Аминь Давайте откроем Удивительное Потрясающее место Это третья книга Царств Я похочу Говорить о плодах Сегодня О золотой осени И сегодня Мне бы хотелось Поговорить Об одном из самых Важных плодов Которые Мы должны Вырастить В наш Зрелый возраст Давайте откроем Третью книгу Царств Я буду читать С 12 главы С 1 стиха Здесь история Про внука Царя Давида Или про сына Царя Соломона Здесь говорится Пришел Раваам Это сын Соломона В Сихем Ибо в Сихем Пришли все Израильтяне Чтобы воцарить его И услышал о том И Раваам Сын Наватов Когда находился Еще в Египте Куда убежал От царя Соломона И возвратился Раваам Из Египта И послали за ним И пригласили его А тогда Раваам И все собрание Израильтян Пришли и говорили Равааму И сказали Это сыну Царя Соломона Отец твой Наложил на нас Тяжкое иго То есть Налоги были Синобольшие Ты облегчи нам Жестокую работу Отца твоего И тяжкое иго Которое наложил на нас Тогда мы будем Служить тебе И сказал им Он То есть Сын Царя Соломона Пойдите Через три дня Опять Придите ко мне И пришел народ Пошел Царь Раваам Советовался Со старцами Которые Предстояли Перед Соломоном Отцом его При жизни его И говорил Как посоветуете Вы мне Отвечать Сему народу Они говорили ему И сказали Ты на сей день Будешь слугой Народусему И услужишь ему И удовлетворишь им И будешь говорить им Ласково То они будут Рабами твоими Все дни Но он Пренебрег Советам старцев Что они Советовали ему И советовался С молодыми людьми Которые выросли Вместе с ним И которые Предстояли Пред ним И сказал им Что вы посоветуете Мне отвечать Народусему Который говорит мне Облегчи Иго Который наложил На нас Отец твой И говорили ему Молодые люди Которые выросли Вместе с ним Скажи им Так Скажи Народусему Который говорил Тебе И сказал Отец твой Наложил на нас Тяжкое иго Ты же Облегчи нас Так скажи Мой мизинец Толще Через латца Моего И если Отец мой Обременял Ваш тяжким Игом То я увеличу Иго Ваша Отец мой Наказывал Вас бичами Я буду Наказывать Вас Скорпионами И Равам Весь народ Пришел К Раваму На третий день Как приказал Царь Сказав Придите Ко мне На третий день И отвечал Царь Народу Сурово И пренебрег Советом Старцев Что они Советовали Ему И говорил Он по совету Молодых людей И сказал Отец мой Наложил на вас Тяжкое иго А я увеличу Иго Ваша Отец мой Наказывал Вас бичами Я буду Наказывать Вас Скорпионами И не послушал Царь Народа Ибо так Суждено Было Господом Чтобы исполнить Слово Его Которое Изрек Господь Через Ахию Соломлянина И Раваму Сына Наватову И увидели Все Израильтяне Что царь Не послушал И отвечал Народ Царю И сказал Какая Нам часть В Давиде Нет нам Доли Сын Иисеевым Пашатрам Израиль Теперь Знай Дом Давидов И разошелся Израиль Пашатрам Своим Только Над сынами Израилевыми Живущим В городах Уданных Царствовал Равам И здесь 19 стих И отложился Израиль От дома Давидова До седьмого дня Очень печальная История Молодой Царь Внук Царя Давида Сын Великого Соломона Вступил На царство И вот У него Встреча Первая Встреча С народом И народ Просит Сбавь Налоги Тяжело Нам Слишком Великие Налоги Царь Соломон Все Строил Так много Строил Городов Удивительное Царство Строил Ну все Закончилась Стройка Ну давай Теперь Немножко Отдохнем И вы знаете Молодой Царь Сейчас У него Это его Арена И он Идет Кому Он идет К тренерам Что посоветуете Мне Как отвечать Как мне Вести себя И вы знаете Старцы Дали ему Мудрый совет Они сказали Будь Ласков С ними Услужи Им И потом Они будут Рабами твоими Всю свою жизнь Ему Не нравится Это Он хочет Быть Крутым Кто Замечали Молодые Люди Хотят Быть Крутыми Я не видел Чтобы дедушка Пытался Быть Крутым А если Бо он Был Тогда Бо он Блинчик Не перевернутый Алло Кто Понимает Кто Засвидел Бабушку Крутую Чтобы Она На шпильках Ходила У нее У нее У нее Ноги На полусогнутых Но Она На шпильках Да Кто Зас Вообще Видел Такую Пожилого И вся Крутого Смешная Картинка Правда Или нет Они Уже Достаточно Мудрые Чтобы Играться В эти Глупости Послушайте На молодые Люди Ловятся В этот Капкан Перед Молодыми Людьми Много Стоит Вопрос Вот Почему Молодежь Нуждается В людях Старшего Поколения Кто Понимает Это Но Потомок Царя Давида Сын Соломона Царя Не Послушал Старца Это Стоило Ему Царство Он Не Знал Что Корона На Голове Стариков Он Не Знал Что Седина Это Корона Кто Понимает О чем Я Говорю Седина Он Не Знал Что Седина Это Венец Славы Когда Седина На Божьем Пути Не На Плотском Пути Кто Понимает Это И Он Послушал Молодых Людей Вы Знаете Как много Наши Дети Наши Внуки Наши Племянницы Племянники Как много В их жизни Страданий Потому что Они не посоветовались Людьми Старшего Поколения Кто Понимает Это И Заметьте Он Слушал Молодежь Он Слушал Друзей И Это Стоило Ему Царство Из Двенадцати Колен Израиля Осталось За ним Только Два Колена Его Царство Уменьшило Представьте Себе Десять колен Ушло Из Двенадцатой Частей Он Потерял Десять Представьте Другими словами Все Все Что Сделал Его Дедушка Давид А Дедушка Давид Всю Жизнь Воевал С Врагами Чтобы Освободить Народ Свою От Врагов Все Что Сделал Его Папа Соломон Отец Соломон Всю Жизнь Строил Созидал Вкладывал Старания Усилия Все Это Было Уничтожено В Один День Когда Равам Принял Неправильное Решение И не слушал Старшее Поколение Кто Понимает О чем я Говорю Вот Насколько Мы Должны Понять Что Мы Нужны Друг Другу Если Ты Подумаешь Вот С позиции Страны Для Нашей Страны Для Нашего Народа Нужны Молодые Спортсмены Они Ставят Рекорды Но Этим Спортсменам Нужны Хорошие Тренеры Без Них Они Не Поставят Рекорды Кто Понимает О чем Я Говорю Вот Почему Каждой Церкви Нужны Молодежные Служения Нужны Подростки Нужны Детские Служения Ну и Нужно Служение Старшего Поколения Нужно 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 Между Ними Была Любовь Между Ними Было Согласие Созидание Послушайте На самом деле Я хочу Чтобы Вы понимали Это Ни Одна Нация Ни Один Народ Ни Одно Племя Оно Не Выглядит Прекрасным Если Там Нету Такого Ячейки Такого В обществе Под названием Семья Если В этой Семье Нету Детей И Стариков Настоящая Семья Там Где Есть Дети И Старики Многие Этого Не поняли И они Лишили Своих Детей Столько Прекрасного Знаете Некоторые Молодые Люди Они Так Хотят Отлепиться От Своих Родителей Что Лишают Своих Детей Стольких Благословений Меня Не Детский Садик Воспитывал Вот Почему Многое Из того Что я Называю Мудростью Божией Есть В моей Жизни Меня Воспитывала Прабабушка Я Говорил Вам Вчера Ей Было 83 А я Был Маленький Карапуз И Мы С ней Ходили Гуляли В парках Она Рассказывала Мне Множество Историй И Мне Это Больше Нравилось Чем Воспитательница В детском Садике Который Я Чужой Мы Ходили С ней Провожать Поезда Мы Жили Рядом Железнодорожным Вокзалом Интересное Зрелище Но Нам Было Вместе Интересно Знаете Я могу Сказать С 75 Года Ее Нет Уже С нами Она С Господом Я Скажу Тебе Я До Сегодняшнего Дня Вспоминаю Так Много Прекрасного Что Она Рассказывала Мне Именно Она Вложила В мое Сердце Мечту Служить Богу Неудивительно Что Апостол Павел Говорит Тимофею Я Вижу В тебе Удивительную Веру Которая Обитала В твоей Матери А прежде Обитала В твоей Бабке Лаиде Знаете Немногие Бабки Попали В Библию Но Бабка Тимофея Попала В Библию Мы знаем Ее Даже Имя Кто Понимает О чем я говорю Сейчас Знаете Так здорово Когда Есть Отношения Рок Малахия Говорит Что Бог Желает Обратить Сердца Отцов К детям И сердца Детей К отцам И он Говорит И если Этого Нету Тогда Земля Поражается Проклятием Знаете Признак Благословения Когда Есть Гармония Между Молодыми И пожилыми Когда Между Ними Нет Войны Когда Они Помогают Друг Друг Кто Верит В Давайте Посмотрим Несколько Таких Удивительных Историй Которые Мне Кажутся Очень Очень Сильными И Местописание Которое Я бы хотел Чтобы Мы Открыли Вместе С вами Оно Находится В книге Иова В 12 Главе Давайте Откроем Книгу Иова Она Прямо Перед Книгой Псалмов Книга Иова 12 Глава И мы Все Вместе Прочитаем Замечательный Стих 12 12 12 Так Легко Запомнить Готовы? Кто Готов? Давайте Прочитаем Все Громко Мы Говорим Сегодня О Великих Духовных Плодах И Больше Всего Хотелось Бы Говорить О Самом Главном Духовном Плоде Книга Иова 12 Глава 12 Давайте Прочитаем Все Громко В слух Готовы? Тут Написано У старцев Главная Фигура И важно Если у тебя Талия Длина Ресниц И губы Бантиком Вот что Самое Главное В твоей Старости Да? Нет? Давайте Правду Прочитаем Что там В Библии Написано Готовы? Три Четыре А давайте Еще раз Чтобы закрепить Три Четыре Неужели? Это Правда Что ли? Точно? Вы знаете Кто-то Сказал Обычно Мудрость Приходит С возрастом Но к некоторым Возраст Пришел Один Без мудрости Я видел Таких Это Неперевернутые Блинчики Алло Кто-то Вас видел? Вроде бы Уже Старец А мудрости Никакой Кто-то Встречал Жалкое зрелище Скажите Правда Или нет? Правда Писание говорит В старцах Мудрость И в долголетних Разум Если бы знал Это Раваам Он бы остался Царем И он бы не потерял То, что сделал Его дедушка Давид Вискуя Своей жизнью И он бы не потерял То, что Приобрел Великий Мудрейший Царь Соломон Трудясь Всю свою жизнь Кто понимает Это? Писание говорит В старцах Мудрость И в долголетних Разум И что же Библия Говорит нам О мудрости Вообще Ценит ли Библия Мудрость Давайте Откроем Второе Послание Коринфианам Я буду Читать Первое Послание Коринфианам Вторую Главу Я хочу Чтобы мы Посмотрели С вами С 6 По 10 Стих Мы все-таки В Новом Завете Живем Новый Завет Поддерживает Эту Идею Что Мудрость Для нас Важна Или нет Давайте Откроем Вторую Главу Первое Послание Коринфианам Я буду Читать 6 стиха Мудрость Есть не века Сего Не властей Века Сего Приходящих Но проповедуем Премудрость Божию Тайную Сокровенную Которую Господь Просто так Дал нам Низачем Так Написано В вашей Библии Или нет Ну так На всякий Случай Знаете Как На довесок Ну чтоб Было И все Или для чего Бог дал нам Мудрость Для чего Дал нам Бог Мудрость Алло Для чего Бог Мудрость Дает А можно Громко Готовы Все вместе 3-4 Тогда вы Не уверены Такое чувство Что вы Не хотите Мудрости Можно Еще раз Только по Настоящему 3-4 Библия Говорит Которую Предназначил Бог К славе Нашей И как Написано Не видел Того Глаз Не слышала Уха И не приходило То на сердце Человеку Что Бог Приготовил Любящим Его Апостол Павел Говорит Что Бог Предназначил Мудрость К славе Нашей Если Мы Будем Пренебрегать Мудростью Тогда Не будет Славы Кто Понимает Это Писание Так много Говорит Удивительного Про мудрость Я хочу Несколько Мест Писания Просто Процитировать О мудрости Посмотрите Давайте откроем Экклезиаст 9 главу 16 стих Здесь Сильное Заявление Я думаю Что если Мы верим Библии Да мы Поверим Что это Правда Книга Экклезиаст 9 глава 16 стих Здесь Говорится И сказал И сказал Мудрость Лучше Силы И сказал Я Мудрость Лучше Силы Кто Из вас Знает Что у Молодых Много Силы И мы Народой Которые Кто Понимает Это Потому что Люди Знали Библию Они Понимали Хочешь Славу Божию Увидеть Тогда Ты должен Прислушаться К мудрости Аминь И так Здесь Говорится Мудрость Лучше Силы И так Молодость Это Сила А мудрость Это Старший Возраст И так Что Лучше Молодость Или Старший Возраст Библия Говорит Лучше Мудрость Правда Или Нет Ты Все Так В Библию Веришь Или Нет Я Не Могу Понять Аминь Библия Говорит Мудрость Лучше Силы Давайте Еще Одно Место Писания Посмотрим Оно Потрясающе Вообще Давайте Откроем Притч Четвертую Главу Седьмой Стих Если Сегодня Мы Говорим О Великолепном Плоде Духа Это Мудрости Божии Седьмой Стих Четвертая Глава Книга Притч Библия Говорит Главное Молодость Красота Да Или Нет Главное Ресницы Италия Нет Что Написано Что Главное Алло Главное Мудрость Приобретай Мудрость И Всем Имением Приобретай Разум Высоко Цени Ее Она Возвысит Тебя Она Прославит Тебя Если Ты Прилепишься К ней Возложит На голову Твой Прекрасный Венок Доставит Тебе Великолепный Венец Что Такое Венок И Венец Это Царство Это Царство Кто Понимает О чем Я Говорю Сейчас Спроси Все Так У Соседа Что Главное Для Него Совпадает Ли Главное С Библией Или Нет Давайте Восьмую Главу Книгу Притч Посмотрим Оно Впечатляет Вообще Восьмая Глава Я буду читать С одиннадцатого Стиха Потому Что Мудрость Лучше Жемчуга И Ничто Из Желаемого Что Дальше Библия Говорит Что Нет Не существует Ничего Что Можно Сравнить С мудростью Не Существует Друзья Если Бог Благословил Вас Тем Что Сегодня Вы В таком Возрасте Который Просто Открыт Для Мудрости Главное Научиться Радоваться Тому Что У Тебя Сегодня Есть Знаете Кто Такие Несчастные Люди Несчастные Люди Это Те Которые Все Делают Невовремя В детстве Им Хотелось Быстрее Повзрослеть А Как Повзрослели Им Хочется Опять Детьми Стать Они Все Невовремя Делают Вот Почему Некоторые Люди Когда Становятся Старцами Вдруг Раз И в детство Впадают Блинчик Не перевернули И опять Хочется Опять Детство Хочется Послушай Я хочу Чтобы Вы Поняли Это Библия Ничто Из Желаемого Не Может Сравниться С мудростью Знаете Когда Мы Становимся Счастливыми Людьми Когда Мы Начинаем Понимать Бога И Замысел Творца В нашем Отношении Нас Если Мы Поймем Это Было Время Когда Нам Надо Было Прыгать И Бегать А Потом Приходит Время Когда Ты Можешь Делиться Мудростью Это Фантастическое Время Это Время Царства Это Время Когда На Твоей Голове Венец Главное Понять Вообще Потому Что Всему Своё Время Под Солнце Аминь Если Главная Мудрость И Ничто Не Может С ней Сравниться Тогда Вопрос Почему Выражение Которым Я Говорил Что Обычная Мудрость Приходит С годами Но К Некоторым Возраст Пришел Один Пришел Без Мудрости Мы Такое Тоже Встречаем Вот Почему Иногда Люди Старости Делают Глупости Бывает Как мы Говорим Седина В бороду Черт В ребро Вдруг У них Опять Начинается Какое-то Похоть Прихоть Вдруг Бросает Свою Семью Вдруг Забывает Внуков И Детей И Вдруг Меняет На что-то Какую-то Похоть И Вдруг Такое Чувство Перепутал Что-то Детей И Потом Узнаешь Что Остался Один Им Попользовались И При этом Внуки Его Ненавидят Дети Презирают И И Студятся Детей И Премудрость Обретается И Где Место Разума Где Премудрость Обретается И Так Премудрость Это Самое Лучшее Вообще Ничего В жизни Желаемого С этим Нельзя Сравнить Премудрость Принесет Столько Счастья И Даже Когда Ты будешь Пожилым Человеком Вокруг Тебя Будет Столько Людей Которые Будут Приходить К тебе И Искать Твои Мудрости Твои Внуки Твои Дети Будут Ценить И Когда Ты Однажды Будешь Покидать Эту Землю Они Будут Плакать Потому Что Ты Был Таким Благословением Для Всех Них Где Приобретается Премудрость Где 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 Найти Ее Где Место Разума Следующий стих Говорит Не Знает Человек Цены Ее И Она Не Обретается На Земле Живых Она Не От Людей Приобретается От Кого Бездна Говорит Не Во Мне Она И Море Говорит Не У Меня Не Дается Она За Золото И Не Приобретается Она За Весь Серебра Не Оценивается Она Золотом Афирским Недрагоценным Ониксом Несапфирами Не Равняются С Над Сосуды Из Чистого Золота Дальше Говорится Что Приобретение Премудрости Выше Рубинов Не Сравнится С ней Тапас Эфиопский Чистым Золотом Не Оценивается Она Откуда Жи Исходит Премудрость И Где Место Разума Сокрыта Она От чей Всех Живущих И От Птиц Небесных Утайна А Вадон И Смерть Говорят Ушами Нашими Слышали Мы Слух О ней Бог Знает Путь Ее И Он Ведает Место Ее Ибо Он Прозирает До Концов Земли И Видит Под Всем Небом Когда Он Ветру Полагает Вес И Полагал Воду На Море По Морю Когда Назначал Устав Дождю И Путь Для Молдей Громоносной Когда Он Видел Е И Явил Е И Приготовил Е Еще И Спытал Е И Сказал Человеку Вот Страх Господень Я Есть Истинная Премудрость И Удаление От Зла Раз Где Приобретается Мудрость Познание Бога Вы На Правильном Месте Вы Знаете Почему Было Время Когда Стариками Начинали Пренебрегать Когда Старики Теряли Бога Тогда Вдруг Молодые Люди Начинали Видеть Что Там Нет Мудрости И Они Начинали Пренебрегать И Тогда Старость Становилась Чем-то Таким Знаете Как Будто Вы Потерян И Тогда Люди Думали Что Старость Это Ужасное Время Их Жизни Кто Понимает Это Вот Почему Народ Который Знает Бога В этом Народе Старость Это Царственное Время Кто Понимает О чем Я говорю Потому Что Мудрость Она У Бога Она Приобретается У Бога Писание Говорит Начало Мудрости Страх Господен И Познание Святого Разума Знаете Страх Господен Это Что Такое Что Приобретается Это То Где Каким Образом Мы Получаем Мудрость Вы Знаете Вот Почему К Некоторым Возраст Пришел Один Потому Что Это Люди Которые Не Знают Бога Но Люди Которые Знают Бога Тогда Их Старость Была Величайшим Сокровищем Для Всех Кто Понимает О чем Я Говорю Сейчас Аминь Итак Библия Говорит Что Начало Мудрости Страх Господень И Давайте Откроем Псалом 33 И Здесь В Псалме 33 Звучат Такие Удивительные Слова Они Фантастические Вообще Здесь Говорится Псалом 33 Восьмой Восьмой Стих Говорит Ангел Господень Ополчается Вокруг Боящихся Его И Избавляет Их Десятый Стих Бойтесь Господа Святы Его Ибо Нет Скудости У Боящихся Его Вам Нравится Что Ангел Господень Ополчается Слово Ополчается Это Полк Написано Ангел Господень Ополчается Вокруг Боящихся Господа Если У тебя Есть Страх Господень Тогда Ангелы Служат Тебе Если Ангелы Служат Тебе Поверь Тогда Твоя Физическая Сила Это Уже Не Главное И Дальше Написано Нет Скудости У Боящихся Господа Многие Люди Боятся Старости Потому Что Они Думают Что Это Будет Время Недостатков И Нехватков Но Библия Говорит Что Не Будет Скудости Слово Скудость Это Нищета Это Недостатки Если Будет У нас Страх Господень Кто Верит В это И Посмотрите Дальше Здесь Перечисляются Много Много Обетований Библия Говорит Страх Господень Он Прибавит Тебе Долготу Жизни И Он Спасет Тебя От Сетей Смерти Кто Из вас Знает Что Смерть Она Как Рыбак Бросает Сети И В Эти Сети Часто Запутываются Молодые Люди И Они Умирают Не В Сво Время Кто Завис Видел Молодых Людей Которые Умерли Не В Сво Время Смерть Как Бросила Сети Свои И Уловила Их Но Библия Говорит Штрах Господень Спасет Тебя От Сетей Смерти Если У нас Есть Мудрость Мы Сможем Наших Молодых Детей Внуков Научить Как Спастись От Сетей Немножко Ниже Здесь Говорится В 12 Стихе Придите Дети Послушайте Меня Страху Господнему Что Сделаю Научу Вас Вы Знаете Что Страх Господн Имеет Величайшее Обетование Слово Страх Господн Он Немножко В оригинале Немножко По-другому Звучит Там Говорится Высшая Степень Бога Почитания Замечали Вы Как Бог Нас Не любит Мы все равно Не должны Забывать Что Он Бог Все-таки И У нас Должно Быть Некое Уважение У нас Не должно Быть Панибратство К нему Знаете Как бы Сказать Как между Пацанами Как между Подружками Мы знаем Что Бог Нас Любит Но при Этом У нас Должно Быть Величайшее Почитание Бога Некий Как бы Духовный Трепет Перед Ним В своей Жизни Бог Давал Мне Возможности Встречаться С Богом Несколько Раз У меня Были Духовные Переживания Первое Мое Переживание Было В 79 Году 1979 Год Я был Крещен Духом Святым И Я молился В своей Комнате Мне было 9 лет Была Ночь А мне Так Нравилось Молиться На иных Языках Я знал Рассказы Мои Прабабушки Как она Молилась Духом Святым Она Получила Крещение Духом Святым Когда она Молилась На языках Она Молилась Для всех Неверующих Ее детей Они слышали Абсолютно Чистый Немецкий Язык Но Они знали Что она Никогда Не учила Немецкий Она Не знала Немецкий Язык Ее Дочка Педагог Ее Муж Был Военный Конструктор А брат Мужа Был Заместитель Генерального Прокурора Советского Союза А зять Столкования Духа И передо мной Стоял Иисус В моей комнате Он улыбнулся Сделал несколько шагов Ко мне И обнял меня Я помню Какая радость Какое Божье присутствие Я понимал Кто стоит Передо мной Но я не говорил Эй ты Там Как ты Сюда зашел Там Или еще что Трепет Бог В моем сердце Вы знаете Несколько раз Бог Являл Свою славу Я помню Однажды Когда Бог Говорил мне О моем призвании Когда Бог Пришел Посреди ночи И я знал Что это Господь Вы знаете Такое чувство было Что каждая клетка В моем теле Стояла по стойке Смирно Чувство было Что каждая волосинка На моем теле Она построилась Как военные На параде По стойке Смирно При этом Была невероятная радость И при этом Трепет Осознавая Что это Бог Радость Понимая Насколько Он тебя любит И при этом Осознавание Что это Бог Кто понимает это Все таки Он наш Бог Вы знаете Страх Господень Это некое Почитание Уважение И трепет Перед Богом Я никогда Не забуду Те моменты Когда Библия говорит Страху Господнему Научу вас Как мы Учимся Страху Господнему Причина Почему твоя Библия Такая толстая Потому что Бог хочет Научить тебя Страху Божьему Страх Господень Это начало мудрости Страх Господень Это истинная Премудрость Страх Господень В Нем Величайшее Благословение Он откроет тебе Все сокровища Мудрости А Ему Можно научиться Как мы Ему учимся Когда мы Познаем Бога Когда мы Познаем Божье слово Знаете Я помню Однажды Один Коммунист Говорил мне Он был Замполитом Воинской части Где я служил Он сказал Мне такие слова Которые я так запомнил Он сказал Знаешь Андрей Наш моральный кодекс Коммуниста Не сильно Отличается От вашей Библии Он тоже Хороший Там много Потрясающего Написано Но вы знаете Что Ты знаешь В чем Библия Ваша выигрывает Она такая толстая И в ней Так много Примеров Но советской власти Говорит Еще не так много Лет Поэтому у нас Нету так много Примеров В Библии Так много Примеров Это знаешь Когда мы Рассказываем Детям Примеры Из Библии Как Бог Относится К греху Как Бог Относится Когда человек Поступает Так и так Знаете Что происходит Приходит Познание Святого И можно Научиться Страху Господню Мы живем В век Гуманизма И нам Навязывают Так называемые Западные Ценности И Западные Ценности Они гласят Человек Превыше Всего Человек Это Мирило Всего О Давайте Давайте Закроем Глаза На то Что у него Неправильно Давайте будем Смотреть на его Таланты А не будем Смотреть на Характер И тогда Что-то подобное Вы знаете Но что интересно Что потрясающе Если мы Обратимся К Слову Божьему Даже Книга Деяния Апостолов Она настолько Ясная Книга Там Никто Не скрывал Иуда Придал Христа И потом Из-за этого Повесился Кто помнит Эту историю Ученики Не сказали Давайте Не расскажем Никому Какая Неприятная История Давайте Будем Гуманистами И промолчим Что предатель Иуда И вор Церковной Казны Так плохо Закончили Не будем Печалить Людей Если бы Они были Такими Гуманистами Вообще Дали бы Они нам Шанс Страха Господня Нет Она Не Сапфира Они Лгали Не лгали Своему Пастору Кто помнит Историю Так печально Закончили Они хотели В церковь Принести Коррупцию Так печально Закончили Апостолы Они сказали Давайте Не будем Упоминать Этот печальный Случай Давайте Мы промолчим И иногда Сегодня В церквях Умалчивается И скрываются Какие-то Факты Ну Ну Чтоб Не печалить Людей Но По милости Божьей Я давно В церкви Я расскажу Истории Которые Я видел Рядом С моим Домом Жил Один Из пасторов У него Было Много Детей И в Те Времена Коммунисты Давали Большие Деньги Детям Пастырей Которые Восставали Против Родителей Если кто-то Из детей Пасторов Вдруг Начинал Восставать Против Родителей Злословить Злословить Церковь Злословить Бога Для этого Человека Были открыты Все двери Он мог поступить В любой университет В любой институт Его просто На руках носили Как Павлика Морозова И у нас Был в церкви Павлик Морозов Такой Кавычка Он стал Злословить Своего отца Злословить Церковь Для него Открыли Все Тут же Сказали Все что ты хочешь Он сказал Я хочу Мореходку Сказали Нет проблем Ты уже Зачистлен Езжай Поступишь И вы знаете Его мама сказала Сынок Ты выбрал Не тот путь Ты помнишь Валаама Который Возлюбил Мзду неправедную Позарился На те подарки И пошел Против Бога Он так Плохо Закончил Он не послушал Маму Он поехал Поступил А потом Они пошли Покупаться Все купались Он даже Дно Ногами Проверил Все ныряли Ни у кого Проблем не было Он нырнул Его друзья Увидели Красное пятно Крови Которая поднялась Они нырнули Нашли его Достали Он сломал Себе позвоночник Он чувствовал До груди Вот так Все ниже Не чувствовал Его положили Лежал Он понимал Что он сходил В туалет Только по запаху Но так вот Лежа 19 лет Красавец Почти 2 метра Роста Он получил Спасение Получил Крещение Духом И через год Ушел А у нас У детей В церкви Была возможность Пойти Посмотреть На Сереженьку Который Только что Недавно Своего папу Пастора Издевался Над ним Предавал Его Глумился Над церковью Да Бог спас Его Как разбойника На кресте Спас Но мы Своими глазами Могли прийти С ним Пообщаться И он нам Рассказывал Как надо Слушать Родителей И как Не повторять Его Глупости Библия Дети Придите Послушайте Страху Господнему Научу вас Я помню Историю В нашей церкви Была Семейная пара Муж Был врач Доктор Жена Была Намного Моложе Его Я думаю На минимум На 15 лет Она была Медсестрой Было Тяжело На Кавказе Было Немножко Полегче Меньше Преследований Было Поэтому Он устал Устал От преследований Занимая Такую Высокую Должность Они уехали На Кавказ Через Какое-то Время Лет Может Через Восемь В нашу Церковь Приезжает Бабушка Одна Мы Не узнали Ее Она Была Худая Парализованная Нога Скрюченная Вот Вот так Рука Лицо Перекошенное Пришла На собрание Мы Приняли Как просто Нищенку В конце Собрания Она говорит Братья и сестры Меня не узнали Когда она Заговорила Голос Мы вспомнили Это та красавица Медсестра Которая Лет восемь Назад Уехала Со своим Мужем На Кавказ Мы были Все в шоке Стали спрашивать Что случилось Она сказала Муж умер И меня На нервной почве Парализовало Нам так Стало Ее жалко Люди Стали помогать Люди Стали заботиться Потому что Зажалкое Зрелище Было А потом На одном из служений Я был На том собрании Было Такое сильное Божье присутствие Было По моему Причастие И Бог Настолько Сильно Коснулся Нас Люди Открывали Свое сердце И вдруг Это бабушка Сказала Братья и сестры Простите Я вас Обманула И она Сказала Мой муж Перед смертью Сильно Болел И поэтому Он просил То одно То второе То третье И меня Я устала Мне надоело И я Говорит Начала Орать На него И однажды Я не выдержала И я Говорит Его отматерила Я назвала Его дураком И многие Другие слова Скверны Сказала И как только Я это сделала Меня тут же Парализовало И скрючило Я был На этом служении Я смотрел Это та красавица Удивительная Женщина Сама медсестра Она не Ей было плевать Что Библия говорит Почитай Эти жены Своих мужей Она устала Она дала Волю Своей плоти Я видел Как ее Скрючило Я не знаю Как другие Я сказал Я Лучше Буду Библию Исполнять Я не хочу Быть на нее Похожим Иногда Мы скрываем Такие вещи Иногда Мы не рассказываем Эти вещи Я расскажу вам Другую историю В те годы Когда у нас Забирали молитвенные дома Мы все равно Строили храмы Только строили храмы Немножко по другому Закрывали храмы Мы все равно Открывали Каким образом Когда было Совсем все трудно Когда мы находили В церкви Кого-то А у семьи В церкви Были очень многодетные Обычно У тех У кого было Десять детей Больше Обычно Они шли К начальствам Властям города И говорили Подаю На расширение Жилплощади И в частном доме Они просили Построить еще один дом На их участке Им давали разрешение И тогда церковь Дела пожертвования Все жертвовали на это Строили второй дом В семье какой-то Пастора Или служителя Или дьякона И на неделю Он использовался Как вроде как Для расширения семьи Там они могли кушать Что-то еще А Во все дни служения Все убиралось Расставляли стулья Это была церковь И такие храмы были Бог всегда давал Христианам мудрость Что делать И у нас Вот таким образом Мы строили Молитвенные храмы В советское Самое тяжелое Сложное время В конце 80-х Пришла перестройка И многие этнические немцы Могли вернуться В Германию Там где я жил Там было много Этнических немцев И много было в церкви У нас в церкви Где-то половину было Немцев Я думаю Минимум половину Этнические немцы Которые еще При Екатерине приехали И вот один из пасторов Он должен был уезжать В Германию Поэтому он пригласил Из другого города Другого пастора И передавая Как бы церковь Ему он сказал Я тебе передаю дом Но я хочу Чтобы ты знал Второй дом Это не твой Это церковное здание Хотя по документам Он твой Потому что в коммунизме По другому Невозможно было По документам он твой Но он не твой Перед Богом Ты должен дать Обещать перед Богом Что это церковное Бабушки Дедушки в церкви Они свои пенсии давали Чтобы построить Этот Божий дом Он да-да-да Все понял Все хорошо Все пообещал Пастор уехал в Германию Уехал со своей семьей Новый пастор Оказался другим человеком Раньше бабушки Придут за час Пастор им чая Нальет Посидят Они пообщаются Он узнает Про все Что они переживают О чем они молятся Это другой был пастор Бабушки придут Пораньше на собрание Жена выйдет Что приперлись Еще час до собрания Бабушки удивились Какое-то странное отношение Но вы знаете Что было дальше Через несколько лет Этот пастор Встал перед церковью И сказал Знаете Мой сын женился Скоро у них ребенок Им нужно место Место для жизни По документам Это мое здание Поэтому я прошу Церковь освободить Все были в шоке Все понимали Брат с братом Не должен Предневерными судиться Никто не собирался Идти На него в суд подавать Но все понимали Это какой-то другой пастор Это не такой Который душу полагает Это наемник Вы знаете Мои друзья Я ходил в другое В другое районное служение У нас было Несколько по городу Услужение Но мои друзья Нашли другое место Там трудились Чтобы это место Сделать возможным Для служения И церковь переехала Прошло не так Много времени Жена сына Была беременна Насколько знаю На девятом месяце Их кто-то пригласил На свадьбу В другой город Они поехали Дорога была Через горный перевал И там На этом серпантине За рулем был сын пастора Сзади сидела Жена пастора И пастор Рядом с водителем сидела Жена сына Беременная Насколько помню На девятом месяце И они На одном из поворотов Залетели под БТР Или под танк Там были воинские части Они залетели Пастор насмерть Жена пастора Насмерть Сноха пастора Насмерть И не одна С ребенком Только сын Остался один В живых И тот был в коме Их боги Госпитализировали Ему говорили Что Все живы Только в других больницах Чтобы он Как говорится Сам не помер Были похороны Запоминающиеся похороны Немногие Про такие похороны Рассказывают Но я никогда Не забуду Эти похороны Снова церковь Собралась В своем старом здании Которое У нее было Отмято Только не по радостному поводу Стояло Три гроба Но все понимали Что четыре Потому что Жена сына Была беременная Буквально Перед родами Это были самые Печальные похороны Которые я Только встречал В истории В своей жизни Никто не задавал Ни слова На эти похороны Пришли все Все отступники Практически За историю церкви Все просто смотрели И все И все понимали Почему это случилось Провожали человека Который Отнял у церкви Здание Называясь христианином И претендуя на Духовное лидерство Отнял то На что жертвовали Бабушки Дедушки Многодетные семьи Отдавали последнее Это были самые Печальные похороны В истории Моей жизни Которые я только Встречал И вы знаете Что интересно Когда сын вышел Из больницы Ему сказали Что все погибли Он не верил Его привели На кладбище Только тогда Он уверовал Что произошло Увидев все Эти холмики Один из моих родственников Знакомых Друзей Пытался помочь ему Но он отказался А через несколько дней Его нашли В гараже Весь гараж Был обклеен Фотографиями жены На полу Валялось Две пустые Бутылки водки И он повесил Вот так Закончилась Судьба Человека Который позволил себе Пойти путем Иуды Кто знает Кто понимает Вы знаете Если бы у нас было Больше времени Я вам столько бы Историй рассказал Ты скажешь Откуда эти истории А я эти истории Проходил О таких историях Немногие книги пишут Потому что Людям нравится Писать книги Про только Ура Аллилуйя У нас все круто А как Страху Господнему Научиться Библия говорит Дети Придите Послушайте Страху Господнему Научу вас Пожилые люди Они должны знать Столько историй Они должны Уметь Рассказать это Своим детям Своим внукам Для того Чтобы наши дети И наши внуки Никогда Это не сделали Ты говоришь Пастор Но я не так уж Давно в церкви Ты на пенсии Этих историй Миллион в Библии Тебе не обязательно Свои истории Рассказывать Ты можешь Рассказывать Библейские истории Если ты переживаешь Получаешь Откровения Там столько Историй Которые способны Принести Мудрость Премудрость Которые способны Умудрить Наших детей Наших внуков Кто понимает О чем я говорю Сейчас Знаете Я подытоживаю Свою проповедь Я хочу сказать Самое главное Чем должны быть Богаты Старшее поколение Это Мудростью Божией Есть земная мудрость Библия говорит Земная душевная Бесовская Мы не нуждаемся В такой мудрости Кто понимает Такой мудрости Без Бога Полно в мире Но эта мудрость Она не приносит Славы Божией Аминь Чтобы завершить Свою Проповедь Буквально в четверг Вечером я делился На служении Удивительная тема Кто-то был в четверг Вечером на служении Человек 20 Я делился Про Иосифа Я рассказывал Историю Как братья Его ненавидели Как много зла Сделали Хотели убить Продали его В рабство И так далее Что подобное И я сказал Жизнь Иосифа Ни на долю Вообще Маленькую Не зависела От братьев И больше Чем братья Больше делали Ему зла Тем они Больше его Приближали К Божьей мечте Его жизни Кто понимает Это Потому что Библия говорит Что любящим Бога Бог все повернет Во благо Аминь И потом я рассказывал Как он был в рабстве И читал стих Но Господь был с ним Я потом рассказывал Когда его Искусшали Грехом И похоть Он отказался Его вергли В темницу И написано Но Господь был с ним Я сказал в четверг Не важно Где ты Важно С кем ты Мы вспоминали Даниила Который провел Ночь В львином рву Я говорил Не важно Где ты Если Даниил Был с Господом То та ночь У него была Потрясающая ночь Ни один лев Не пошевелил Языком своим В его сторону Но на следующий день Когда те Кто Рыл яму Даниилу Полетели В этот львиный ров Библия говорит Они еще дна Не достигли Как львы Все их кости сокрушили Мы вспоминали Про Сидраха Мисаха Эвдинага Эти молодые юноши Которые отказались Заниматься Долопоклонством Вы помните Эту историю И царь Навуходоносор Приказал их Бросить в печь При этом Разжег ее В семь раз сильнее Те Кто бросали Самые лучшие Войны Войска Навуходоносора Когда бросали их Пламя огня Убило Тех кто бросал А тех Кого бросили Они ходили Посреди этой печи У них ни одна волосинка Не была опалена И они ходили Не втроем А вчетвером И ведь четвертого Уж очень сильно На Сына Божьего Был похож Так что царь понял Кто настоящий Бог Кто помнит эту историю Я продолжал Я продолжал Я говорил о том Что Если ты с Иисусом Не важно В какой ты ситуации Там Ты посреди шторма Или посреди Кризиса Он знает Куда сеть бросать И когда Он знает Как рыбу И хлеб Преломить Кто понимает это Вы знаете Я говорил Самое главное В жизни Это не то Где ты Это с кем ты И честно сказать Самые интересные истории Они у тех людей Которые что-то В этой жизни Встретили И с чем-то В этой жизни Столкнулись Когда мы встречаем Людей У которых Никаких историй Не было Как-то скучно Получается Правда или нет Аминь Давайте откроем Матфея 28 главу Я не могу Позволить себе Закончить проповедь По-другому Матфея 28 глава Я буду читать С 18 стиха И приблизившись Иисус сказал им Дана мне Всякая власть На небе и на земле И так идите Научите Все народы Крестья их во имя Отца, Сына И Святого Духа Учай их Соблюдать Все Что я повелел вам И все я с вами Во все дни До скончания века Аминь У нас великое поручение И самое интересное Что Иисус сказал Что если мы будем делать это Он будет с нами Он сказал Если вы будете проповедовать Евангелие Если будете учить людей Чему я учил вас Он говорит Я буду с тобой Разве может быть Такой период Нашей жизни Который бы нас пугал Если я с Иисусом Нам нужен Иисус всегда Он нужен нам в детстве Нужен в молодости А насколько больше Нужен в зрелом возрасте Когда мы уже Не полагаемся На свою физическую силу И мы понимаем Насколько для нас Важен Бог Придите, дети Послушайте Страху Господню Он научил вас Учите людей Страху Божьему Проповедуйте людям Об Иисусе И вы знаете Чем будет Удивительно Ваша жизнь Люди будут Видеть Что с вами Бог Иосиф был в рабстве Библия говорит Все видели Что с ним Бог Иосиф был в темнице Все видели Что с ним Бог Можно быть В глубокой старости И при этом Все будут Видеть Что с тобой Бог Самый несчастный Человек Это человек Без Бога Самый счастливый Человек Это человек С Господом Кто понимает Это И самая Большая Мудрость В жизни Это никогда Не оставлять Господа Потому что У него Вся премудрость У него Все откровения Я просто Обращаюсь К тебе И говорю Ты не просто На пенсии Это удивительное Время Когда ты можешь Делиться Евангелем Бог так Спланировал Что должно быть Такое время В нашей жизни Когда мы уже Не озабочены Знаете Вот Какими-то Такими Мирскими Заботами Молодежь Думает Как купить Квартиру А у тебя У тебя уже Есть квартира Молодежь Думает О там Как Там Жениться Ты уже Все прошел Все Аллилуйя Да Молодежь Думает В какой салон Бежать Как прическу Сделать А у тебя Уже нет Нет ничего Чтобы прическу Думает Знаете Зачем Это время Нам дано Конечно Для Бога Конечно Думает не переставая говорить о боге пенсия это не для того чтобы сесть у телевизора и все сериалы мексиканские посмотреть а потом все бразильские и понять почему хуан карлос плачет и не может понять кто его отец а кто его мать и все-таки от кого у него ребенок и тогда что это не самое главное в жизни кто понимает о чем я говорю сейчас пенсия для того чтобы у тебя было много время в молитве много время в слове много время в духе святом и много времени в том чтобы научить людей страху господнему рассказывать библейские истории рассказывать истории твоей жизни научись рассказывать то за замечал один рассказывает по цветному а другой по черно-белому учись рассказывать по цветному аминь скажи саму заседу научись по цветному рассказывать не получается помолись господу он поможет тебе рассказывать по цветному рассказывай рассказывай вспомни ты тренер это время тренировать кто понимает это знаете иногда мы вынуждены ставить проповедниками молодых людей я вам скажу это нет хорошей жизни из-за того что были годы безбожного атеизма потеря была нам так не хватает пожилых проповедник если бы знали я до сегодняшнего дня вспоминаю старцев которые мне проповедовали там немного было плоти никаких понтов но было столько жизненного опыта и столько божьей мудрости любви один бог знает как я скучаю по этим проповедникам но я знаю если у нас есть такое служение которое делает пастор петра до скоро это будет все восстановлено во имя иисуса папочка спасибо тебе за это служение и за это благословенное время за эту удивительную конференцию и за то что это служение вдохновляет церкви сегодня во всей нашей стране отец однажды это служение коснулась нашего сердца и таким образом нашей церкви это служение растет уже где-то 150 человек у нас на служении старших поколения за полгода папочка пусть это служение возрастет каждом городе откуда сегодня здесь делегаты конференции пусть придет в каждую церковь и пусть сердца отцов будут повернуты к детям и сердца детей к отца пусть нашей церкви будет удивительное удивительное великое множество тренеров которые будут делиться с нами молодыми опытом мудростью и славой божией во имя иисуса христа аминь